Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Дорогие друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете, за то, что участвуете в нашем неполиткорректном ток-шоу. Номер телефона 847-400-5200, который набравший, вы можете стать участником нашей передачи, как это сделал вот один из наших радиослушателей. Добрый день, вы в эфире. Толя, добрый день еще раз. Только что Fox News сообщила, Попео покинул Хельсинки, и куда направляется, неизвестно. Абсолютно неизвестно. Никто не знает. Да, никто не знает, поэтому он, видно, и не поехал в Берлин. Скорее всего, мне так кажется, что он все-таки окажется где-то в районе Венесуэлы. Это вот мое такое мнение, потому что там, ну, такая самая-самая горячая точка, не умаляя достоинств нашего любимого Израиля. Мы там все-таки как-то сейчас настало такое перемирие, поэтому я думаю, что, может быть, он направляется, Попео именно в Венесуэлу. Ну, а я бы очень хотел ответить на вопрос радиослушателя, который позвонил буквально перед самой-самой рекламой, насчет того, поможет ли, если мы отдадим долг Китаю. Ну, я вам скажу так. То, что если мы вернем долг, это не помешает, но вы понимаете, вся проблема в том, что, во-первых, этот долг отдать за два, за три года, даже за пять, скорее всего, не получится, хотя бы потому, что, ну, у нас заняло 10 лет для того, чтобы его удвоить, поэтому это одна причина. Ну, а вторая причина в том, что в этом абсолютно нет никакой необходимости сейчас. Почему? Потому что, я думаю так, что как бы ни были плохие отношения с Китаем, не захотят они портить отношения с Америкой. Поэтому я бы на сегодняшний день это долго оставил в покое. Это такая, знаете, это та сумма, которая вот типа как домоклый меч, да, но он себе висит над вашей головой и висит. Главное, чтобы он не упал. Поэтому я бы особенно на это не обращал внимания, хотя не с большим удовольствием я бы хотел узнать о том, что этот долг все-таки увеличивается. Почему? Потому что, ну, давайте говорить так, увеличивается долг тогда, когда наша экономика не в очень хорошем состоянии. Поэтому, так как мы все-таки, экономика в хорошем состоянии, все нормально, я думаю, что он не будет увеличиваться, если его не увеличат демократы, потратив силы и средства на вот этот так называемый Medicare for All. Вот это нам будет стоить 32 миллиарда, триллиона, прошу прощения, в течение 10 лет, то есть еще 3,2 триллиона гарантированных повышения долга на протяжении 10 лет, да. А там вы сами понимаете прекрасно, что если правительство наше, особенно демократы, если они говорят, что это будет стоить там 32 триллиона, то, скорее всего, что это будет, ну, как минимум триллионов 50, а то и 60. Поэтому мы просто не можем этого допустить. Я уже не говорю о том, что произойдет с нашим медицинским обслуживанием в случае вот того, что они предлагают. Это даже честно, оно не налазит ни на какую здоровую голову. Я думаю, и на больную оно тоже не налезет. Поэтому будем все-таки надеяться, что, а, Трамп победит, это раз. Во-вторых, демократы все-таки оставят свою вот эту идиотскую идею о Medicare for All. И я надеюсь, что Трамп, победив, все-таки заставит демократов, прошу прощения, республиканцев, как-то разработать вот сферу медицинского обслуживания. Поэтому вот на это я надеюсь. Ну, а пока, дорогие друзья, я бы очень хотел обсудить с вами вот такую вот ситуацию. Это касается, конечно же, кандидатов в демократические, в кандидатов-демократов на пост президента. Мы знаем, что их там, по-моему, 22 уже человека. Но я так особенно не слежу за теми, которые, ну, вот, типа Камала Херрис, там, этот Кори Букер. То есть у них там вообще рейтинг никакой ниже Плинтуса, поэтому они даже не конкуренты. То есть Камала Херрис, она лепит языком, прекрасно понимая, что никто на нее не обращает внимания, она говорит от вольного. И хотя демократы кричат, что это их будущие кандидаты, если не в этот раз, то на следующий срок и так далее, я вам скажу честно, если она будет продолжать говорить такую ересь нести, которую она сейчас несет, то ей, ну, не светит. Вряд ли ее, то есть дай бог, чтобы для нее же самой, чтобы ее переизбрали как сенатора от штата Калифорния. Остальное это вот чисто, значит, чтобы вы знали на сегодняшний день силы расставлены так. На первом месте идет Джо Байден, у него 46%. То есть почти половина всех избирателей, я имею в виду демократов, все-таки решили, что он у них на первом месте. На втором месте с огромнейшим разрывом, разрывом в 32 очка идет дядюшка Сэндерс, или дедушка Сэндерс, у него всего-навсего 14%, по сравнению с Байдена 46%. У Элизабет Уоррен, по-моему, 8%, 8% у мэра города Саутбенд, это Питер Будиджич, и 7% у Элизабет Уоррен. Все остальные, то есть мы сейчас назвали 4 кандидата, а все остальные 18, там вообще непонятно в какой клоаке, и я думаю, что оттуда они вряд ли вылезут. Но, тем не менее, о чем бы я хотел с вами поговорить, буквально вот у нас остается минут 10, это о том, что сказал кандидат в президенты Соединенных Штатов Пит Будиджич. На одном из своих выступлений, буквально вчера, если я не ошибаюсь, он сказал так, что не настолько наша страна великая, какой ее пытаются выставить республиканцы, и в частности президент Трамп. Вот вы себе представляете, дорогие друзья, представьте себе на секундочку, человек, который баллотируется на пост президента Соединенных Штатов, причем он не сказал это в том контексте, что вот Трамп пытается, и у него не получается ничего сделать с той страной, а вот у меня получит. Он этого не говорит, он просто говорит, что, ребята, не такая уже наша страна великая, как ее представляет президент Трамп и республиканцы вместе с ним. А я, когда это услышал, я вам скажу честно, мне это тут же напомнило двух наших радиослушателей, не буду доставлять им удовольствия, называя их имена, которые вот примерно имеют такое же отношение к нашей стране, хотя живут здесь уже очень давно, и пользуются всеми благами этой страны и так далее. Так вот, вот то, о чем бы я хотел с вами поговорить, это именно о том, что, вы понимаете, вот представьте себе, мы кричим, наша молодежь, наша молодежь, вот представьте себе подрастающее поколение, которое с одной стороны видит, как себя ведут демократы, и не понимают, что так не должно быть, они считают, что это абсолютно нормальное поведение, которое воспринимается вот именно таким образом сегодня в Соединенных Штатах. И тут еще мало этого, тут им еще вот такой мужчина, который женат на мужчине официально, который является мэром города Саутбенд, вот он им говорит, что ну не такая уж наша страна и великая, понимаете? А потом мы удивляемся, почему в нашей стране патриотизм практически на нуле, почему в нашей стране такие проблемы с воспитанием молодежи. Кстати, еще одной составляющей вот именно программы демократов является то, что то тут, то там появляется такая организация, которая называется Freedom from Religion, то есть это свобода от религии, которые диктуют школам в разных районах страны, как правильно себя вести. Например, школа, одна из школ в маленьком городке в штате Пенсильвания, значит, ну те, у которых дети ходят в школу или ходили в школу, вы знаете о том, что, во-первых, в школах читается так называемый Pledge of Allegiance, и во-вторых, когда в школах с утра делаются какие-то объявления, эти объявления обычно заканчиваются словами God bless the United States. Так вот, вот эта организация Freedom from Religion написала письмо именно вот в такую школу, небольшую, маленький городок, и написали им примерно следующее. Если вы не прекратите произносить такие слова, как God bless America, и если вы не прекратите читать Pledge of Allegiance в вашей школе, мы вас будем судить. Представляете себе на секундочку. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. Добрый день. Вот демократам надо сейчас внести проект Конституции, изменение, что каждый человек имеет право, стремление быть рабом. Это как раз вернет их в исходное состояние до прошлого века. Да? Да. К этому все идет. Это страшно, но вы абсолютно правы. Я думаю, что оно не придет к этому в наше время. Надеюсь, да. Ума хватит хоть у кого-то. Да, вполне возможно. Спасибо большое. Так вот, представьте себе на секундочку Вот это то, с чем сегодня сталкивается молодежь, растущая или вырастающая в Соединенных Штатах. С одной стороны, им запрещают верить в Бога. Им запрещают произносить такие слова, как God bless и Pledge of Allegiance. Почему? Потому что там есть фраза One Nation Under God. Единая нация под Богом. Понимаете? Так вот, если запрещают это, и им говорят о том, что Америка не такая уж великая страна, как ее представляют, И если им говорят, что это абсолютно нормально, когда в президенты Соединенных Штатов рвется мужчина, женатый на мужчине, и если, допустим, вот вопрос, если он сегодня выиграет, не дай Бог, стучу себя те, которые видят по голове. Вот вы себе представляете вот это посмешище, которое будем представлять мы, в виде First Family, то есть первая семья, это президент Соединенных Штатов и его муж. Понимаете? Вот. Так вот, к чему я это все веду? Вот вся эта ситуация, все эти новости, они не в пользу, явно не в пользу наших детей. И что бы вам дети не говорили, что бы вам дети не объясняли, что вот у них в школе так и так и так, я вас просто заклинаю, пожалуйста, пожалуйста, говорите с вашими детьми, пожалуйста, говорите с вашими внуками. Я понимаю, что те, у которых детям уже там за 25 и старше, конечно, ну, вряд ли вы их в чем-то переубедите, до тех пор, пока они с этим не столкнутся сами. Но, вот пока ваши дети ходят в школу, пока они ходят в колледж, пожалуйста, разговаривайте с ними, не занимайте вот эту пассивную позицию, где, ну, что я могу сделать? Он там в школе, он там в колледже, вы можете сделать. То есть, до тех пор, пока вы являетесь родителями, дедушками с бабушками, которых уважают ваши дети, я надеюсь, я надеюсь, что вы их воспитали так, что они вас уважают, что вы для них не пустое место. Вы для них, это сегодня единственная надежда, надежда на то, что они все-таки вырастут нормальными, нормальными, порядочными, толковыми людьми. И я это говорю не потому, что я призываю вас к вере в Бога, или я призываю вас, дело не в этом, дело в том, как они к этому относятся, потому что, вот представляете, вы сегодня, если вы где-то чихнули, вам говорят, God bless you, или вам говорят, bless you. Представляете, вот, дойти до того, где вам даже не смогут сказать такое. То есть, вы понимаете, что просто сегодня происходит абсолютная модификация ваших детей, ваших внуков. И поверьте мне, она идет не к лучшему. Это будут дети, это будут граждане страны, которым эта страна будет до фонаря. Это будут граждане страны, которые от этой страны захотят только получать и абсолютно ни к чему хорошему не призывать. Кстати, в прошлой передаче Эдуарда и Геннадия Брумера позвонил один человек, я не знаю, кто он, что он, честно, не знаю, дайте я прийму заново ног, потом вам расскажу. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, да, по поводу детей. Это теория нового марксизма. Рабочий класс не поддержал и не стал основной силой революции. И тогда, в 23-м году это началось, надо делать медленно, разрушить христианство, основу которого семья, разрушить семью. Да. Лозунг был такой, мы пойдем медленно действовать через школу, через искусство, через образование. В конечном счете мы отнимем у вас ваших детей. Да. Да. Вот это все сейчас происходит. Это ужасно, спасибо большое. Это ужасный факт, это ужасная ситуация. Мы, слава Богу, мы-то все знаем историю того, что произошло сто лет тому назад. Но, ведь наши дети этого не знают. А от того, что мы эту историю знаем, от того, что мы такие умные знаем, что произошло, если мы этот опыт не передадим нашим детям, если мы им не попытаемся объяснить, доказать на примере и объяснить, почему мы здесь, объяснить, почему они были привезены сюда, или они были рождены уже здесь. Если мы с ними на эту тему говорить не будем, то кто? Кто с ними будет говорить? Скажите мне, пожалуйста. Это просто будут абсолютно, вот мы говорим, в России там уже пять или шесть поколений абсолютно потерянных для страны, ну, из-за того, что там происходит. Но у нас же происходит то же самое, ведь мы тоже, просто мы теряем это поколение, эти поколения так тихонечко, спокойно, никуда не торопясь, но мы их теряем. Поэтому думайте об этом. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас в Нью-Йорке уже запрещено во время проведения матча, чемпионатов по хоккею, по футболу и так далее, вот это как в Америке песню они раньше пели, а сейчас это уже запрещено. Вот вы говорите о том, что надо вести разговор со своими детьми о том, чтобы они переняли от нас все то, что было в прошлой жизни советской и не как-то отдалялись от этого и желательно было, чтобы они сходили то, что было в Америке в 50-60-х годах. А вот как видно здесь новейшая история, демократы не стремятся к этому, они желают, чтобы этого не было, чтобы мы не передали, а вот наши дети же не смогут быть белыми воронами в своих школах и в колледжах, их же обсмеют. Я понял вашу тему. Я понял вашу теорию, спасибо большое, я должен принять следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Я хотел кое-что исправить с того, что вы говорили. Пожалуйста. Саусбенд, он не муж в этой паре, он жена. Отсюда возникает вопрос, как, если он, не дай бог, выиграет, как к нему будет обращаться мистер президент или миссис президент. Да. Это такой идиотизм. Я буду надеяться, что к нему вообще никак не будут обращаться. Если честно. Вот же на митинге он представил, а это мой муж. Там стоял такой мужик, почекает бороду. значит, он жену. Да. Спасибо большое. Человек, который позвонил из Нью-Йорка, я вам хочу сказать, я понял вашу мысль, но вот в том-то и дело. Не надо бояться, что наши дети будут белыми воронами. Объясню, почему. Все-таки, как вы видите, республиканцев намного, я имею в виду, давайте говорить так, я не знаю, сколько все-таки есть республиканцев, но, по крайней мере, выборы президента Трампа показали все-таки, что республиканцев больше. Это раз. Во-вторых, вы понимаете, как когда-то нас учили еще в Советском Союзе, я это еще застал, что семья, или ячейка семьи, или воспитание детей начинается в семейной ячейке. И, если большинство из нас примут позицию, ой, ну не дай бог, но он будет белой вороной, но не будут смеяться, да ему не нужно ходить и бить в барабаны и трясти флагами для того, чтобы быть нормальным человеком. Просто все, что ему нужно сделать, он должен понимать разницу. Если вы сами ее понимаете, вот вы должны своему сыну или дочери объяснить разницу, и этот ваш ребенок в дальнейшем, когда станет, дорастет до возраста голосования, он своим голосом спокойно, тихо выберет то, что нужно этой стране. Понимаете? Я не призываю никого ходить рядами, это наше так называемое совковое мышление, что мы должны стать в колонну с транспарантами и кричать свободу там дядюшки Чарли. Нет! Мы просто должны воспитать молодежь, которая потом, в дальнейшем будет принимать правильные решения. Вот в чем дело. Дорогие друзья, поверьте мне, это единственный шанс для наших детей, которых вы сюда привезли или которых вы здесь родили, чтобы они жили нормальной жизнью, им не пришлось думать, куда уехать отсюда. Понимаете? Поэтому не стесняйтесь, говорите с вашими детьми, объясняйте на своем примере, на примере ваших родителей, бабушки, дедушки, тети, дяди. Я думаю, что у вас толковые дети, они вас поймут и они сделают правильный выбор. Ну а пока всем огромное спасибо за то, что были с нами. Будьте здоровы!